Здравствуйте! Мы продолжаем изучение дисциплины электротехника для неэлектрических специальностей, бакалавриат, лекция 2. Автор, старший преподаватель кафедры инофетические системы, Дружилова Светлана Николаевна. На прошлом занятии мы рассмотрели с вами основные определения, что такое узел электрической цепи, что называется ветвью электрической цепи, определение контура. Выяснили, как определяются направления токов и напряжения. Изучили закон Ома, законы Киргофа, расчет и построение потенциальной диаграммы. Следующая лекция. Тема. Анализ электрических цепей постоянного тока с одним источником ЭДС. Тема лекции рассчитана на 2 часа. В соответствии с планом лекции мы рассмотрим сначала расчет неразветвленной электрической цепи с одним источником ЭДС. Затем расчет разветвленной электрической цепи с одним источником ЭДС. Электрические цепи со смешанным соединением элементов. Итак, первая схема у нас неразветвлённая электрическая цепь с одним источником ЭДС. В последовательном соединении называется такое соединение сопротивления, когда образуется один замкнутый кондур и через все сопротивления протекает один и тот же ток. Итак, рассмотрим схему, где у нас 4 последовательно соединённых элемента и один источник ЭДС. Вспомним, раз у нас направление напряжения на источнике направлено вниз, следовательно, направление ЭДС было направлено вниз. Тогда ток имеет то же направление, что и ЭДС. И напряжение на каждом из элементов соответствует направлению тока в этом элементе. По второму закону Кирдоффа у нас напряжение на источнике равно сумме напряжения на каждом из элементов. Запишем формулу. Общее напряжение У равно У1 плюс У2 плюс У3 плюс У4. Распишем каждое из этих напряжений. И умножить на Р1 плюс И умножить на Р2 плюс И умножить на Р4. Так как ток у нас 1, выносим его за скобку. И в скобках получается сумма сопротивлений Р1, Р2, Р3 и Р4. Попутно вспоминаем, что эквивалентное сопротивление при последовательном соединении находится как сумма этих сопротивлений. В итоге получаем закон ОМОН для данной цепи. Общее напряжение равно произведению тока всей цепи на эквивалентное сопротивление. По балансу мощности. Активная мощность, развиваемая источником, это вот это у нас произведение тока всей цепи на напряжение всей цепи, равно сумме активных мощностей, потребляемых всеми приемниками. У нас их 4. Итак, произведение тока на напряжение всей цепи равно И квадрат на Р1 плюс И квадрат на Р2 плюс И квадрат на Р3. И таким образом сумма квадратов токов на сопротивление n, то есть сколько у нас сопротивлений в контуре, столько у нас и сумма. И в конечном итоге баланс мощности, электрическая мощность, то есть мощность развиваемого источника, равно сумме активных мощностей, потребляемых всеми приемниками. Параллельным соединением называется такое соединение сопротивлений, когда соединены между собой начало сопротивления в один узел, а конце этих сопротивлений в другой узел. В результате этого сопротивление находится под одним напряжением. В качестве примера рассмотрим схему, состоящую из 4 ветвей, параллельно соединенных. В этой ветви у нас находится ЭДС и еще 3 ветви в каждом по сопротивлению R1, R2, R3. В соответствии с первым законом Киргофа, сумма входящих в узел токов равна сумме исходящих из этого узла токов. Общий ток входит в узел и разветвляется на ток И1, И2, И3. И вот мы записали формулу И равно И1 плюс И2 плюс И3. Так как у нас параллельные ветви находятся под одним напряжением, то чтобы определить каждый из этих токов И1, И2, И3, мы одно и то же напряжение разделим соответственно на каждое из сопротивлений. И1 это у нас напряжение делим на R1, ток второй ветви напряжение делим на сопротивление второй ветви R2, и ток третьей ветви находим, как это же напряжение делим на сопротивление третьей ветви. Далее опять арифметика. Напряжение выносим за скобку. И в скобках получается у нас сумма проводимости всех ветвей. То есть напряжение разделить на R эквивалентное, на эквивалентное сопротивление. Либо можно было бы записать напряжение умножить на эквивалентную проводимость. С полной проводимость – это величина обратная сопротивление. Единицы измерения – синяя. Также выполняется баланс активной мощности. Мощность электрическая равна мощности на первом элементе, то есть сопротивлении на втором сопротивлении и на третьем. В этой формуле расписано, как ведется расчет для каждой из этих мощностей. Мощность электрическая, то есть мощность, развиваемая источником, это общее напряжение умножить на общий ток. П1 – мощность, подъявляемая вот этим сопротивлением, у квадрат разделить на R1. Мощность второй ветвей, у квадрат разделить на R2. И мощность третьей ветвей, соответственно, у квадрат разделить на сопротивление третьей ветвей. В электрических схемах встречаются соединения более сложного характера. Такие, как смешанное соединение, соединение треугольника и соединение звездой. При наличии в электрической цепи соединения звезда или треугольник, схему упрощаем заменой взаимно-эквалютных схем и с последующим пересчетом сопротивлений по формулам преобразования. Взаимно-эквалютные преобразования соединения звезда в соединение треугольник и наоборот. Смешанным соединением называется такое соединение сопротивлений, когда на одних участках цепи сопротивление соединение параллельно, а на других последовательно. Расчет эквалютного сопротивления в таких случаях производится поэтапно. Постепенным преобразованием участков схему упрощает и приводит к простейшей схеме, состоящей только из одного сопротивления. Суть метода эквалютного преобразования рассмотрим на примере. Возьмем вот такую схему с одним источником ЭДС и состоящую из 8 сопротивлений со смешанным соединением. Этот метод называется еще и метод сверки, ну как я сказала, или метод эквалютного преобразования. Как правило, схема сворачивает со стороны обратно от источника, то есть смотрим по вот этому соединению. Р6, Р7 и Р8 у нас параллельное соединение. Сначала нам нужно найти РЦД как сумму проводимости этой ветви, этой ветви и этой ветви. Затем, найдя вот это сопротивление РЦД, зачертим схему. Вообще, когда вы используете метод эквалютных преобразований, рекомендуется для общей картины зачерчивать каждое, после каждого преобразования схему поэтапно. Вот у нас РЦД, который в предыдущей схеме мы с вами рассмотрели. Мы его посчитали как единица, деленная на РЦД, то есть, я уже сказала, но используем проводимости. Единица, деленная на РЦД, это у нас единица, деленная на Р6, плюс единица, деленная на Р7, плюс единица, деленная на Р8. И мы зачертили преобразованную схему. Здесь у нас получается, Р4, РЦД и Р5 уже образуют последовательное соединение. При последовательном соединении сопротивление у нас складывается. Обозначим это сопротивление как РЦД. Итак, РЦД равно Р4 плюс Р5 плюс Р6, то есть, вот это сопротивление, плюс вот это сопротивление и плюс Р5. Просчитали, опять зачертим схему, что у нас получилось после этого преобразования. Вот это Р3 и вот это Р3, они у нас теперь соединены параллельно. Опять же, производим эквалентное преобразование. Находим вот это сопротивление РАВ как сумму проводимости вот этой ветви и вот этой ветви. Вот формула ПЛИ. 1 деленная на РАВ равно 1 деленная на Р3 плюс 1 деленная на РШТУЛЬ. И опять зачерчиваем схему уже с учетом преобразованного, то есть, найденного РАВ. Вот это у нас есть сопротивление РАВ. Мы снова получаем последовательное соединение Р1, РАВ и Р2. Теперь мы можем найти эквивалентное сопротивление всей цепи. Вот вот эта формула. Р1 плюс РАВ плюс РАВ плюс Р2. И вот зачертили окончательную схему путем эквалентного преобразования. Теперь мы можем найти общий ток И1. Используя закон ОМО. Общее напряжение всей цепи делим на эквалентное сопротивление. Рассчитали общий ток. Теперь, так как мы поэтапно сворачивали нашу схему, мы теперь ее как бы разворачиваем поэтапно в обратном порядке. Для нахождения следующих токов нам необходимо определить вот это напряжение УАВ. Так как у нас здесь три последовательных соединенных элементов, из первого случая, что мы рассмотрели, мы знаем, что общим параметром здесь является ток, который мы уже определили, И1. Поэтому, если мы этот ток И1 умножим на вот это сопротивление РАВ, мы найдем напряжение УАВ. В принципе, рекомендуется найти еще У1 и У2, чтобы выполнить промежуточную проверку. Поясню. Ток течет 1. Мы его рассчитали И1. Если мы И1 умножим на Р1, мы узнаем напряжение У1. Этот же ток умножим на сопротивление Р2. Мы узнаем напряжение У2. Определили УАВ. Складываем У1 плюс УАВ плюс У2. У нас должно получиться общее напряжение на источнике электроэнергии, которое у нас изначально задано в качестве исходных данных. Если все сходится, можем смело считать дальше. Итак, мы просчитали напряжение УАВ. И, как я уже сказала, как мы сворачивали схему, в обратном порядке мы идем. Тем же путем. Перед предыдущей схемой у нас была вот такая, где у нас Р3 и Р3 были параллельно соединены. Напряжение УАВ мы определили. Оно действует вот на этом участке. Так как, опять же, параллельные ветви находятся под одинаковым напряжением. Поэтому, если мы напряжение УАВ разделим на вот это сопротивление Р3, мы узнаем ток И3, который течет в этой ветви. Если это же напряжение УАВ разделим на Р3, мы рассчитаем ток И3, который течет в этой ветви. Можем также для промежуточной проверки сложить, просчитав ток И2 и И3 в ответ 45, мы должны получить значение общего тока И1. И вот мы нашли И2, как только что я сказала, И2 УАВ делим на Р3. И ток И3, это же УАВ делим на Р3. Итак, сделали проверку сложения И2 и И3. У нас число сходится с числовым значением общего тока И1. Идем уже опять к предыдущей схеме. Итак, по этой схеме у нас И1 общий ток, который течет здесь, входит в узел А, определили. Ток, который выходит из узла А к узлу В, ток И2 мы тоже рассчитали. Знаем ток, который течет и привод в этой ветви. И3, но это еще не окончательная схема. Нам нужно найти 6 токов. Опять же смотрим в эту ветвь, рассматриваем. Это у нас последовательное соединение Р4, РЦД и Р5, а ток 1, И3. Если мы И3 умножим на Р4, получим напряжение, которое действует на этом сопротивлении. Этот же ток И3 умножим на сопротивление Р5. Узнаем напряжение У5. И умножив ток И3 на сопротивление РЦД, мы определим напряжение УЦД, которое нам нужно будет для дальнейшего нахождения оставшихся токов. Но опять же рекомендуется сделать в качестве промежуточной проверки проверку по второму закону Киргу. То есть У4, УЦД, У5 просуммируем, и оно у нас должно получиться значение УАБ. Так как, опять повторю, вот на этом участке УАБ у нас действует, УАБ в этой ветви и УАБ в этой ветви. Но в этой ветви у нас 3 последних соединенных элементов. Поэтому еще раз повторю, У4 плюс УЦД плюс У5 должно быть равно УАБ. Сложили, проверили, смело считаем дальше токи. Для этого используем вот это напряжение УЦД. Вот здесь у нас формула, которую мы сейчас с вами уже выяснили. УЦД – это И3 умножить на РЦД. И возвращаемся уже к нашей исходной схеме. УЦД, которую мы сейчас рассчитали, оно действует вот на вот этом участке нашей схемы. Здесь у нас параллельное соединение Р6, Р7 и Р8. Чтобы найти ток И4, нам нужно напряжение УЦД разделить на сопротивление Р6. УЦД разделить на Р6. Находим ток И4. Чтобы определить ток, который течет в этой ветви, И5, нам нужно это же напряжение УЦД разделить на сопротивление Р7. Вот наша формула. И5 равно УЦД разделить на Р7. И ток И6, опять же, используя это же напряжение УЦД, разделить на Р8. То есть здесь мы используем закон Ома. Итак, рассчитав напряжение УЦД, которое действует вот на вот этом участке, мы просчитали ток И4, И5, И6. Таким образом, мы определили токи каждой из эффектов нашей схемы, используя метод эквивалентного преобразования. Либо, как я уже сказала, этот метод называется еще в литературе, метод сверки. У нас здесь 7 бетвей. Одна бет, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая и седьмая. 7 бетвей и 7 токов. Но у нас получается ток И3 здесь и здесь. В принципе, мы могли бы назвать этот ток И7, но у нас получалось бы, что И3 равен току И7. В любом случае, мы просчитали, определили 7 токов. Повторю, ток И3 равен, то есть ток этой ветви от узла А до узла С и ток этой ветви от узла В до узла Д, они имеют одно значение. Рассчитав все токи, мы поэтапно делали проверку по второму закону Киркова. То есть вот здесь мы складывали У4 плюс УЦД плюс У5. Проверили, что это напряжение равно напряжению ОАБ. Потому что на этом участке тоже ОАБ, но это ОАБ равно сумме напряжения на каждом из этих элементов. Мы делали промежуточную проверку здесь. Мы делали промежуточную проверку здесь, по второму закону Киркова. Рассчитывали О1, О2 и ОАБ. Складывали О1 плюс ОАБ плюс О2. Убедились, что сумма этих трех напряжений у нас равна напряжению на источнике вот этого напряжения. Теперь нам нужно будет сделать еще проверку по первому закону Киркова. То есть мы складываем, вот смотрим, ток И1 вошел в узлу А и поделимся на И2 и на И3. Складываем И2 и И3. Должен получиться ток И1. Ток И3 вошел в узлевце и поделился на ток И4, И5, И6. Мы также складываем токи И4, И5, И6. И должны получить значение тока И3. То есть он здесь в вашу узлу поделился на эти три тока. И4, И5, И6. И возле Д опять эти все токи сходятся. На выходе получаем тот же самый ток И3. Или можем его назвать, как я уже сказала, ток И7. Но в данном случае смысл нет, потому что эти токи у нас одинаковых по значению. И в конечном итоге ток И3, ток И2 встречаются возле В. На выходе мы получаем ток И1. Выполнили проверку по двум законам Кирбурга. Если у нас погрешность 5% и меньше, это допустимая погрешность. Вообще студент имеет право округлить свою пользу, но свою пользу нужно четко знать, четко чувствовать. Чем больше вы округляете, тем больше у вас погрешность. Напомню, допустимая погрешность до 5%. Итак, мы сегодня рассмотрели с вами, как производится расчет электрической цепи с одним источником с последовательным соединением. Произделили расчет разветвленной электрической цепи с параллельным соединением трех сопротивлений. И рассмотрели алгоритм решения задачи, используя метод квалитных преобразований, либо метод сверки. Когда у нас была неразветвленная электрическая цепь, у нас действовал второй закон Кирбурга. Когда у нас была разветвленная цепь, действовал первый закон Кирбурга. В цепи со смешанным соединением мы использовали оба закона. Ну и, конечно, в каждом из трех случаев нам нужен был закон ОМО. В качестве задания для самостоятельной работы вам нужно будет внимательно еще раз разобраться с алгоритмом решения в рассматриваемом цепях и просчитать с цифровыми значениями каждый из этих способов. На последнем слайде также приводится список литературы. На следующей лекции мы рассмотрим с вами цель, более сложную, чем сегодня, имеющую несколько источников ЭДС. На этом сегодняшняя лекция закончена. Благодарю за внимание.